и снова здравствуйте всем привет скульпт из альфа 6 захотелось мне именно сделать персонажа вольта по мультфильму десней давайте посмотрим как это все дело будет здесь обстоять так значит теперь включаем опять же симметрию это вот этот значок детализацию как всегда где-то посередине можно поставить ну попробуем сразу первым делом сделать уши поворачиваем так вот сферу control правая кнопка мыши нажимаем выравниваем ее именно на рабочем к этому столе control рисуем маску так интенсивность чуть побольше ну что-то вот в таком духе намалюем control и сочетание клавиш инвертируем маску ну и теперь накидаем без клея кисточкой drive так это значит здесь чуть побольше интенсивность побольше и вот массы под накидаем так даже можно еще побольше все равно сейчас тянуть будем чтобы полигоны не рвало так это значит мы вот сюда их вытягиваем где-то вот таким вот образом ну что-то где-то так control левая кнопка мыши снимаем маску и вот эти уши чуть-чуть можно подтянуть вот сюда подкорректировать но пока как наметка пусть будет потом будем их немножко как бы оттягивать где-то пролепливать ну пока вот что-то в таком духе теперь выбираем кисть drive и вот здесь вот накидаем опять же массу так control z кисточка drive и вот так вот все это дело здесь вот накидаем теперь выбираем кисть drive и ставим клей и через alt давайте здесь вот вдавим такую вот штуку вот так типа под глаза наметку грубовато но теперь будем рисовать где у него тут проходит рот эта кисточка крис вот так все рисуем на металле посмотрели теперь на накидываем нос клей отключаем что-то в таком духе нужно теперь вот этот изгиб подогнать посмотреть вот что-то вот так наверно вдавить морда длина принципе подходит что-то общее есть и вот эти части нужно поднять вот так чтобы голова стала как бы вот здесь чайник ровный ну а теперь детали здесь уже поможет drive и клей и будем потихоньку интенсивность поменьше ставьте лучше накидывать понемножку так вот так смотрим вроде щеки появились так теперь под накидаем именно массу на морду вот уже что-то и накидаем вот эти дуги так немножко здесь глаза выровняем и шифтом пройдем так накидываем теперь вот эту часть немножко морды вот этот вот переход делаем чуть-чуть дутый и флата нам можно все это дело потихоньку так вот сидеть и выглаживать подгонять форму что-то вот так вот как то так здесь вот вот эти дуги чуть-чуть вытягивал вперед вот так вот и вот этот голова чуть-чуть на приплюснуть сейчас будем работать с этой частью шеи и уши так уши у нас находится в принципе чуть чуть не в том месте но мы их сейчас выгладим и немножко наверно передвинем это кисточка граб если граб у вас не будет давать тянуть то значит включена кнопку то global ее нужно отключить и продолжать работать с какой-нибудь детали так ухо вытягиваем здесь она поменьше вот так вот ну и поможет нам полигоны именно w посмотреть вы видите что здесь полигоны маленький здесь чуть чуть поплотней и чтобы их немножко как бы выровнять чтобы ломка не шла здесь можно поработать флата нам очень помогает сделать так чтобы не разваливалась модель и потом по ней можно было после вытягивания ровно лепить вы видите что полигоны не растут вот когда мы бросаем выглаживать то чуть-чуть уплотняется а так в принципе можно поставить на детализацию поменьше и вы будете делать какую-то работу и полигоны не будет расти так все это дело уплотняем полигон остается прежними и вы работаете считай как лоу поле вот так вот детализацию на серединку ставлю тогда модель хорошо себя ведет и с ней не бывает проблем так ну что-то в таком духе немножко нужно приподнять эту часть и уменьшить толщину от этой челюсти нижней как-то так нос у него конечно побольше это колесико приближаем и нос вот так аж делаем вмятину немножко вот здесь побольше чтобы определилась морда но вот эту часть нужно уводить убирать можно и убрать опять же используя флатон так интенсивность можно прибавить и вот так все это дело выглаживать выравнивать где-то что-то корректировать очень хорошо здесь работает именно флатом мне очень нравится эта кисточка здесь так это вот так как-то ну вот уже получилось голова так набросаем теперь наверное тело делаем драйв так интенсивность побольше кисточку тоже побольше можно поставить и вот здесь накидываем уже шею так клей можно отключить вот тем кто не смотрел предыдущие ролики повторюсь что прежде чем скульпт из альфа 6 вы будете что-то вытягивать обязательно накидывайте вот эту массу потому что у вас потом будут рвать полигоны и это будет нехорошо так это значит так здесь еще вот установлено я не пользуюсь конечно этой функции но w это отключает варфрейм сетку также она отключает ее е это крис это значит ротейт перекручивание т клавиша это скайл ну ты английская теперь ай н н русская это включает варфрейм симметрию и редуц браш вот эту вот клавишу ай так здесь значит чтобы включить драйв это клавиша d чтобы флата включить клавиша и вот здесь вы можете посмотреть и инфлейт инфлат это c так размер размер нашей кисточки надо посмотреть это по моему так это джи нет так пробел включает значит вот вы можете регулировать интенсивность сайс размер кисти это через пробел довольно неудобная штука вот детализация и вот браш маск что вы здесь будете водить что от верху в принципе разницы нет так что еще теперь нужно нам как-то сделать тело но давайте все это потихоньку вытягивать так теперь эту часть надуваем вот таким вот образом приподнимаем в эту сторону здесь чуть-чуть уменьшаем и наверное нужно опять накидывать это драйв клэй опять же можно отключать когда набрасывайте массу и на массу не скупитесь все это флаттен потом подравняет так что у него тут есть если мы так вот вытягиваем не тело вот так опущено как бы вниз здесь вот таким образом так грудь у него здесь побольше а зад соответственно поменьше так здесь впадина что-то в таком духе так что еще можно сделать вот эту часть заднюю немножко придавим сделаем поменьше ну здесь где-то вот в таком духе так и есть но все равно на к шее чуть-чуть определить где у него шея и накидать давайте shift правая кнопка мыши выравним выравним персонажа уменьшим интенсивность включим кисть драйв и клэйм ну здесь вот как-то наверное чуть-чуть наметим вот эти части здесь вот будут ноги так вот эту часть которую мы вытягивали пимпу вот эту вот надо ее прибрать здесь вот более-менее преобразить в таз немножко так здесь у него идут ребра здесь идет шея чуть-чуть тоже приплюснуть ну и вытягиваем ноги для ног опять же мы используем что используем наверное control маску так вот да где-то в таком духе control и перекрутка shift правая кнопка мыши и без клэй опять же накидаем массу побольше драйвом тянем все это дело вниз ну где-то вот наверное в таком духе снимаем маску и попробуем посмотрим что тут вообще получилось нужно тут придать ему вот эти формы да что-то в таком духе и теперь с помощью клэя вот эту часть нужно докидать и по здесь грудь у него вот эта часть ну вот пока наметка такая выключаем клэй и накидываем опять массу здесь вот побольше не боимся потом лучше флата нам это все дело уменьшим но зато будет классно выглядеть уже лапа хватом берем и немножко так интенсивность поменьше лучше дольше выглаживать но тогда будет уже модель лучше выглядеть так вот эти части тоже смягчаем здесь будет уже пролеплены пальцы так вот такого тоже быть не должно смотрим что да как и вот это все дело корректируем ну пока вот набросок в таком духе теперь нам понадобятся задние лапы точно так же делаем shift правая кнопка мыши control маскируем вот эти вот части делаем control и сочетание клавиш опять же драйв без клэя и накидываем побольше массы опять побольше и желательно с этой стороны тоже под накидать смотрим как тут сеточка регула чтобы не было каких-то там пустых переломов вы видите все теперь вот это можно делать тянуть а когда вы еще раз добавляете перелом то сетка уплотняется вот это хорошая штука тут так вытягиваем опять же драйвом так размер кисточки чуть побольше чтобы всю ногу зацепить так немножко shift левая кнопка мыши выглаживаем ну и вот это все чуть чуть ближе друг другу подводим ну где-то вот так вот выбираем флатон и пока у нас все под маской давайте немножко ноги вот так пока до оформим грубовато но нормально чтоб потом можно было их уже без проблем корректировать так здесь тоже выгладим чтобы не было каких-то углов ноги пусть пока потолще будут потом будем их уже уплотнять уменьшать и опять же драйв без клэя накидываем вот эту массу драйвом все это дело теперь подтягиваем выводим вперед shift подгадываем по высоте вот эти ноги снимаем маску вот такая наработка чуть-чуть их назад отводим и задницу нужно флаты нам уменьшить опять вот так вот здесь вот тоже уплотнить вот так вот хвост уже можно добавить допустим забрать или сделать тут давайте опять и маскируем вот таким вот образом control и и драйвом накидываем массу так побольше делаем и уже грабом продолжаем вытягивать вот вы видите что полигоны начали тут капризничать потому что они не подготовлены были полностью к вытягиванию вот такая сетка не должна быть и чтобы ее не было лучше вот так вот использовать или флатон или докидывать уже какую-то массу кисточкой так кисточку лучше использовать опять же grab побольше и просто у так вот так если хотите можете проводить по вот этой части но лучше просто доводить до какой-то на какой-то именно момент и просто нажимать левой кнопкой мыши и тогда масса все равно добавляется но уже точечная и проблем где-то что-то уже не должно возникнуть когда вы вот так вот вводите вы видите что все тут разбухает и получается не очень даже хорошо так ну все грубовато ну наметка уже персонажа есть теперь останется нужно привести его более-менее вид соответствующему фильму так здесь теперь снимаем control левая кнопка мыши маску и нужно аккуратно грабом вот эту часть немножко сплюснуть вот так или шифтом попробовать чуть-чуть вот так вот выглаживать уменьшать тоже помогает так изгиб есть голова у него большая так здесь чайник чуть-чуть уменьшим и вот здесь вот тело чуть-чуть приподнимем наверно под уклоном идет тело вот такая вот заготовка немножко нужно его конечно прогнать теперь по анатомии а потом анатомию можно эту удалить сгладить вот здесь вот задняя лапа уже ее нужно пролепливать здесь уже можно использовать клей как то вот в разные стороны опять же не лепите в одну сторону а наброс делайте хаотично так вот как бы пересекая как штрихуя так вот задница тут тебе большая нужно большой кисточкой граб вот это все теперь сплюснуть и лапы чуть-чуть ну если под анимацию пусть они разведенные будут немножко лучше будет анимировать здесь нужно впереди что еще сделать для анимации если это для анимации смотрим вот здесь вот нужно отбить я уже показывал на предыдущих собаках этих моделях собаках этих моделях что когда вы будете здесь вставлять кости здесь получится у вас что вот эта кость вот это допустим будет тянуть грудь чтобы этого не по не полы и чтобы такого не было нужно все это дело продумывать заранее где-то что-то добавлять где-то подрезать где-то лапы возможно вот здесь вот тоже делать подрезку для чего чтобы вот допустим вот эта часть вот эта часть не цепляла потом грудину когда вы кости вставите так здесь вот чаще всего выглаживаете здесь вот модель получается очень гладкая прикольная овощи рекомендую вот эту программу особенно для начинающих то только вот начал лепить в 3d она вам поможет понять как тут все устроено и вот этот принцип этой программы он присутствует во всех программах не в майя и в забрать кисточки те же самые работа в принципе и не в принципе а та же самая скульпт из альфа 6 по лепке ничем не хуже чем забрать за исключением что здесь да не нельзя добавлять какие-то примитивы а все делается с одной сферы скульпт джелл там уже возможность есть добавлять примитивы работать с сеткой тоже напоминает скульпт из альфа 6 и если вы сейчас начнете лепить скульпт из альфа 6 а потом плавно уйдете скульпт джелл а со скульпт джелл уже зайдете в зебраж вам будет зебраж уже полностью комфортно вы уже будете лепить вам останется только функционал узнать где там что находится ну вы это быстро уже поймете благодаря вот этим программам которых вы уже набьете руку и здесь неплохие модельки тоже выходят ну за исключением скульпт из альфа 6 очень проблемно делать допустим кисти рук но если на планшете то будет удобно если допустим вот мышон мышон мне здесь некоторые моменты неудобно делать во первых приближение вот это вот хорошее но это на поработать я вот в принципе не могу объяснить но здесь вот не лепится мягче и легче проще чем зебраж зебраж уже хорошо дорабатывать какие-то детали набрасывать уже основную массу там мышц но болванки в зебраж как-то сложновато идут здесь вот можно также и человека сделать болванку быстро вот грубовато да сейчас не проработаны вот эти пальцы собаки их можно сделать зебраж без проблем шерсть тоже можно в зебраж там какие-то моменты а так собака в принципе готова вот тут нельзя отделять детали вот эти вот допустим вы вот маскируйте здесь нельзя как заброшу выделять разными допустим вот вытягивать там квадратом или полосой отделять это или лассо включать тут такого нет вот получилось болванка такая вот вольта теперь уже доработка деталей где-то проработка ушей работка вот этих век разрезка вот этого носа нос как делается уменьшаете кисточку без клэя именно только драйвом находите где должна быть вот эта выемка носа альт и вот так это все дело потихоньку тут спешить не надо тогда модель будет хорошая вот и поглубже вот эту выемку делаете вот уже у вольта появились ноздри но чтобы они были нормально дооформлены тут нужно поработать еще и спятаком вот этим как куда он смотрит вот вот так вот как-то так нет нос у него побольше наверно будет вот так ноздри чуть-чуть в центр и почаще почаще все это дело прорисовывайте почему потому что когда вы прорисовываете у вас появляются какие-то углубления вот эти вот если сейчас вы будете работать кисточкой клэй драйвом и через alt будете вдавливать то будет вдавливаться именно та часть хорошо которая вот отрезанная от основного вот этого где вот где прорезали вы видите там она и убирает на другую сторону не лезет вот что-то в таком духе так что еще тут можно сделать я так думаю что вот эти части вот эти чуть-чуть нужно вперед подать а вот эту часть немножко назад так вот что-то так немножко выгладить пятак вот и пятак наверно еще побольше его тут у него запоминаемые именно вот этот пятак ну вот такая вот наметка персонажа вот так делается болванка остальные детали это уже я думаю что у вас не вызовут таких вопросов тут просто нужно потихоньку накидывать где-то массу где-то ее подбирать ну тут у него основном что скулы вот эти и вот эти дуги бровные вот что-то вот так вот делается и немножко вот этой часть вот центральная сейчас я вам покажу вот эту часть надрезаем по центру отделяем как бы вот эти вот дуги и вот намечаем их вот таким вот образом и кисточкой drive нужно сделать так чтобы здесь вот было в центре впадина а вот здесь вот по бокам как бы вот череп этот вот таким вот образом как бы два холма хотел сказать по-другому ну и немножко даже не немножко чаще работать флата нам здесь вообще классно вот раз чуть-чуть здесь дали форму под углом опять же все работать здесь если флата нам работаете работаете постоянно под углом вот тогда он делает нормальные выгладки и даже возможные углы вот эти вот ровные углы появляются и персонаж становится выразительный так здесь нос немножко выгладить тоже вот эту часть так шкулу тоже а морде надо дать вот здесь вот тоже объем вот такая штука но без переборов вот эту часть уводим вот эту часть уводим вглубь чуть-чуть в принципе ничего тут такого еще вот череп тут чуть-чуть тоже округлить затылок сделать им опять же набросать за ушами вот эти части чтобы они как бы вот вы пухлые были так но вот эту часть через alt надо будет выдавливать вот так потом делаете надрезку и по этой надрезке флата нам уже выглаживать подравнивать такая штукенция так что еще тут можно сделать наверно вот эти брови еще приподнять вот так как то здесь увести и голова у него как бы овальная вот так вот так вот нижняя челюсть тут это тоже надрезку делаем и флата нам немножко вот это все дело оформляем а вот здесь нужно уже делать как бы вот в центр вот этот здесь ровно полосу порезаем чуть-чуть выглаживаем здесь вот немножко вот здесь вот как бы закругляется у него такая часть так смотрим еще экспериментируем так чуть приподнимаем здесь чуть-чуть припускаем морда у него чуть-чуть поменьше вот так здесь глаза вставятся и чуть-чуть морда маленькая написано что это собака хаски так и здесь чуть-чуть поменьше уменьшаем наверно ну чтоб шея то у него была здесь чуть-чуть делаем побольше вот эту часть где грудь а таз поменьше по луже так и здесь уже под накидать каких-то деталей до оформить именно сделать ребра живот увести чуть-чуть возможно стороны вот эти лапы до оформить грудь вот шею тут чуть-чуть потоньше можно еще сделать вот так вот вот что-то пока в таком духе и так весь процесс я потом наверно ускоренным покажу как там дело будет обстоять все всем пока до свидания а